В техникуме, когда я училась, это что же мне было 16-17 лет, вот этот вот возраст. И когда-то нужно было автобиографию написать, а я никогда не писала автобиографию, ну, первый раз. А заводчим у нас был в горном техникуме прекраснейший человек Дубинин Иван Андреевич, профессор по образованию, ленинградец. И когда я написала автобиографию, я же там должна была все написать, пишу, что отец священник. Так, вскоре после этого меня вызывает заводч этот. И представляете, что он мне рассказывает? Мне девчонки, он коммунист в Питере, в Ленинграде, любит девушку, дочь белого генерала. Любовь у них большая. Его вызывают в соответствующие органы и говорят. Либо партбилет, либо ты расстаешься с этой вот девушкой. Они обсуждают вместе этот вопрос и решают, ну, хорошо, сдаст он партбилет, а дальше что, тюрьма? Все равно им не быть вместе. И он расстается с ней. Они теряют друг друга. А у них в раздевалке, в институте, где он преподавал, работает тоже девушка. Ну, по всей вероятности, тоже из какой-то такой вот семьи. И он женится на ней. И у них сын родился. И началась война. И эвакуация детей через Ладожское озеро. Он возглавляет вот эту эвакуацию детей. Ну, естественно, он берет свою семью. И во время этой эвакуации встречает ту дочь белого генерала. Ну, опять же, ум берет вверх разум, что у него семья, у него ребенок. Причем эта семья? И они расстаются. Он мне вот это все рассказывает. Дарит мне вот эту пластмассовую красивую ручку прозрачную. Я первый раз ее вижу. А ты, говорит, когда в следующий раз будешь писать биографию, ты не пиши, что у тебя отец был священник. Пиши, служитель культа. Умный промолчит, а дурак не поймет. В нашей семье я девятый ребенок. Было два мальчика и семь девочек. Один мальчик и одна девочка умерли в младенчестве. И остался только один старший брат. И когда я должна была родиться, маме было уже 40 лет. И она сказала, если родится девчонка, я ее выброшу. А папа ей сказал, что если родится девочка, это будет моя. И дал мне имя Зоя, что в переводе значит «жизнь». И я всю жизнь убеждаюсь, что с другим именем я бы, наверное, не выжила. И как ни странно, первое, что я помню в нашем родовом доме, где я родилась, первое воспоминание папа, это был где-то 31-й, видимо, год. Он пришел из бани, сидел на стуле, и я стояла у него на коленях. Он был в белой рубашке, мокрые длинные волосы у него, кудрявые до плеч были. И он вытирал голову. И я взяла у него это полотенце и стала вытирать ему голову. Дальше начинается, уже конкретно назову вам дату, 5 апреля 1932 год. Раннее утро. Я почему-то сижу на столе, дальше вижу взрослые что-то с пола собирают, поднимают. Полнейшая тишина. И вот эта тишина была настолько гнетущей для меня, для ребенка, что я ее запомнила на всю жизнь. Это, оказалось, арестовали папу. Тут же вскоре, видимо, этот же 32-й год, потому что брата уже в 33-м арестовали, приехал брат. И опять такая же тишина. Мама стоит у стола. Опять в комнате темно, опять завешаны окна. И брат. И я видела, что он стоял, и ноги его были в скрещенном состоянии, нога за ногу. Мама устала, и он. Разговоры ихнего я не помню. Брата я больше не видела. Теперь, значит, уже я говорю, что мне было лет 5-6, наверное. Время приехал мамин дядя родной. Он тоже священник. И он стал после папы служить в нашей церкви и жил у нас. Вскоре церковь нашу закрыли. Дядя Яков уехал в Томск. Вы, значит, опять остались одни. Маму на работу, безусловно, когда папу арестовали, даже раньше, маму с работы уволили. Все, у нас никаких средств. Остались четверо вот девчонок. И жена брата с новорожденной девочкой приехала тоже к нам в Лебедянку. Вот так мы, значит, стали жить. Мама ездит к дяде Якову. Он что-то помогает. Потому что никто не работает. Жить-то чем-то нужно. К дедушке Никифору, к митрополиту. Он что-то помогал. И вот мама часто отлучалась. Вскоре начинает у раскулаченных конфисковать дома. Ну, имущество сразу при раскулачивании конфисковали. Мама с папой договорились. Ну, к папе постоянно ездили. Что продаст мама дом. Потому что у нас его все равно могут конфисковать. Неизвестно, когда он вернется. А вот эту его мастерскую переделали на дом. От дома нашего остался приусадебный участок. Но мы не засаживали огород. Потому что нужно было деньгами платить налог. Если куриц держишь, нужно сдавать яйца. Если животных держишь, нужно сдавать мясо. Если корову держишь, нужно сдавать молоко. Но корову нам оставили. И сельчане сдавали за нас молоко. Корова маленькая была, красная. Худая-худая. Кормить-то было нечем. Когда мама уезжала, девочек дома не было в школе. Они бы вдвоем с этой племянницей оставались. Как проголодаемся, так идем к этой коровушке. Она голодная, лежит. Поднимаем ее. Надаю сколько смогу этого молока. Вот попьем. И вот так вот пока девочки не придут. Вот старшие из школы. Люба училась или в девятом, или в десятом классе. Ее исключили из школы. Она уехала в Караганду. Племянницу невестка устроилась на работу. И забрала ее. Остались вот Надя, я и мама. Мама-то уезжала не на один день. Это в Мариинск нужно было ехать. Поездом там где-то около суток ехать нужно было. И я, значит, напротив нас на Батниковой жили. Тетка Акулина ее звали. Я часто даже у нее ночевала. Вот помню ее кровать. Помню, как она картошка в мундирах и огурец давала мне есть. А рядом дом Раидины. Эта бабушка пекла хлеб. Я до сих пор помню запах этого хлеба. Круглый такой. Около печки, русской печки, таким треугольником. Вот сделаны полочки, две полочки. Полотенце белое. Она как булку достает оттуда. Ее вот так ребром складывает. Я все приду, заползаю, заползаю на эту лавку. Сяду и жду. Вот она уже понимает. Возьмет вот так горбушку. То есть это булку хлеба к себе прижмет. И как-то ножом вот так вот раз сразу отрежет эту горбушку. А тут же стоит горшочек с медом у нее. И ложка меда. И вот так вот мне на мед, на хлеб, на эту горбушку накапает. И почему-то всегда приговаривала. Ешь горбушку, да не ради Андрюшку. Я ей кивну быстро с этой лавки и бегом с этой горбушкой с медом. Очень-очень помогали нам сельчане. Кто картошки принесет, кто капусты принесет. А еще жили тем, мама шила. У нас в селе Самоделовы два купца было. Емельян и Александр. У них жены у одного, у старшего Марии Кузьминичной. А вторая Елизавета Петровна. Помню, что к Елизавете Петровне мы ходили с мамой. Как я любила ходить. Когда мы приходили, она сразу ставила самовар. А мужей арестовали обоих. Значит, ставила самовар. И у самовара вот эту вот крышку снимала. Вокруг этой трубы прокладывала полотенце белое, чистое. И туда яички накладывала. И варила вот это вот. Я только там эту еду ела у этой, у Елизаветы Петровны. Когда раскулачили этих вот Самоделовых, то Суриновы, это старые односельчане наши, очень бедная семья была. Вот им отдали вот тулуп от этих Емельяновых, в котором вот. И когда начали с нашей церкви снимать крест, была весна, грязь была. Это Александра в этом тулупе, полы длинные у него, она тут наступает, а крест никак не могли. И привязали какие-то канаты там и тянут, а крест никак не поддается. Не могут его... И вот она бегала вокруг и сквернословила. И все-таки крест, безусловно, упал, разрушили, в церкви сделали клуб. И что происходит с этой вот Александрой Суриновой? Вскоре вот здесь вот ее парализовало. Еще в Лебедянке у нас жил Деренок. До революции у него он или работал, или просто он его прятал. Максим Горький. И вот когда уже после революции этот Деренок оказывается у нас в Лебедянке. Он был очень богатый. Ну как богатый? У него было много денег. Когда он к нам приходил, мама тоже закрывала окна. До керосиновой лампы там еле-еле светилась. Тогда про электричество вообще разговора, безусловно, никакого не было. А ходил он вот как самый последний нищий одетый. И вот на одной ноге у него лапоть был, а на другой ноге бог знает что. И ноги вот переплетены, были вот этими вот тряпками. Это я уже только потом, мама сказала, что он там прятал вот эти свои драгоценности все. А когда умер Горький, к нам за ним присылали маленький самолет. Вот тогда я впервые в жизни увидела самолет. Иван Григорьевич у Сони был очень красивый. Я его прекрасно помню. И все там были сплошные учительницы. И он один директор, один мужчина в школе. Ну и там безусловно. И вдруг он женится на Софье Георгиевне. Вы представляете, какая злость у этих девочек. А у председателя сельсовета секретарь Николай Канашин. Ну, я бы не сказала, что он отличался красотой, но во всяком разе был мужчиной. И одна из учительниц тоже пытается добиться этого Николая. А он женится на Вере. И они уезжают. И вот вы представляете, озлобленная когорта этих учительниц, и к ним попадаю учиться я. Дело доходило до урока прикладства. Кроме того, что мама ездила к папе, она и нас возила к нему. Я помню эту остановку автобусную, которая около тюрьмы, против тюремных ворот, вот здесь и окошко. Как мы ждали, когда... Ну, приезжали, мама шла туда и говорила, что вот она приехала, когда вызовут. Папу сразу посадили не в тюрьму, а Сиплак назывался. Сибирский лагерь. И вроде бы там было не так строго. А папа-то и там делал мебель. Всему начальству делал мебель. И его давали пропуск, его отпускали в город. Он ходил по городу, настраивал пианино, ремонтировал мебель, может, кому-то что-то там делал. Получал какие-то деньги, которые вот отдавал маме. И вот однажды один из этих приездов был такой. Папа... Мы сидим здесь на этой автобусной остановке. Папа вышел из калитки тюремной, взял меня и повел в тюрьму. Завел меня туда. Заходим. Это теперь уже я в сознании такое. Столовая тюремная. Большой-большой зал. Много-много столов в ряд. А с этой стороны, где вот такое овальное окошко, и выдают еду. Ну, там было тогда пусто, никого не было. Меня папа посадил на скамейку, пошел туда, я вижу человек. А то, что такое, я подумал, как так? Русская печь, вот так же вот овальная, и там человек. И подал папе, значит, какую-то кашу, наверное, он принес мне, я, значит, поела, и он меня обратно. 37-й год. У Софьи Георгиевны арестовали Ивана Григорьевича. Она приезжает в Лебедянку. Еще не было ни суда, не известно ничего, что и как. Ну, когда она перед тем, как приехать в Лебедянку, приходила к следователю, следователь ее предупредил, чтобы она больше не приходила туда. Тут начинает решаться вопрос, кому из них ехать? Маме или Соне? Соню вроде бы предупредили, чтобы ей опасно ехать. Маму папа все время предупреждал. У нас же, когда папу арестовали, забрали несколько мешков фотографий. И маме предлагали приехать забрать эти фотографии. То мама без папиного совета никаких шагов не предпринимала. А папа ей запретил, что если будут чем бы тебя не заманивали, взять, да бог с ними, с этими фотографиями, ни в коем случае, пока тебя принудительно не заставят там появиться, ни в коем случае не появляйся там. Соня едет к Ивану Григорьевичу из Лебедянки. Пошли к следователю. Соня Вале говорит, ты меня здесь подожди, я сейчас зайду, спрошу, что там как. Соня идет к следователю, Валя ее ждет. И Соня не вернулась. Валя ждала-ждала, Соня не вернулась. И тогда Валя приехала в Лебедянку и сказала, что Соню арестовали. У мамы, когда она выходила замуж, особенно дорогие были эти драгоценности. А тогда были торксины. И на эти драгоценности можно было поменять муку. То там, может, еще что-то. Но мама только на муку, конечно, меняла, потому что есть нам было абсолютно нечего. И вот мама собрала все, что там у нее уже было, не знаю, какой-то у нее на коленях мешочек был. Была она тогда одна, приехала к папе. Когда открылось окошечко, баба соскочила и забыла, что у нее был на коленях этот мешочек. Долго не открывалось окно. Вот почему, видимо. В общем, короче говоря, все это последнее мама потеряла. И вдруг ей объявляют, что передачу не примут. А что такое, это уже все знали. Баба возвращается. Ну, сами понимаете, какое ее было состояние. Вот здесь начинается самое страшное. Папа исчез. Что исчез? Без права переписки. А мы-то остались вообще без всяких средств существования. Дедушка Никифор умирает в 37-м же году. Вот все в 37-м году. Для нас 37-й год это ужасный год был. Значит, Вера тоже вышла замуж, уехала. Остается Люба, Надя и я. Люба приходит из школы Санжирки и говорит, что ее исключили из школы. И почему-то она уезжает в Караганду. Мама Надю отправляет Кали, и старшей сестре Валентине. Мы с мамой остаемся вдвоем. Спим с мамой, конечно, на одной кровати. Широкая была кровать. Просыпаюсь ночью, мамы нет. в доме темно. Начинаю ее искать. Потом-то я уже знала, где ее искать. Шарю, шарюсь. А вот теперь называют иконостас, а в селах в нас называли красные уголы, где иконы висели. Вот она молится, молится, или сознание потеряет, или так. Кто распластанная лежит, я ее волоком волоку в кровати. И это повторялось постоянно. И там или у папы было подполье, это сделано, яма какая-то, может быть, я не знаю. Но у нас, вроде как, мы его называли подполье, то им не пользовались. Во-первых, у нас класть туда было нечего. Во-вторых, весной, когда начинали таять снега, а снега там очень обильная, то это подполье все наполнялось водой. А однажды я вовремя пришла из школы, она открыла это подполье и хотела туда броситься в это подполье. У мамы дважды было такое состояние, а второй раз она хотела в Черемхово, хотела повеситься. И тоже я зашла, я пришла, я уже в технику мючилась, тут я уже вообще на первом курсе, вот тогда-то от голода просто не было выхода никакого. А у мамы же ни паспорта, ничего нет. и Мельников-то директор завода, его жена с моей сестрой, с Верой они подружками были. В общем, короче говоря, бабу устраивают на этот каменный карьер. А что такое? Это простыми каёлками, знаете, вот каёлки такие, нужно было этот камень долбить, но на долбить-то этого камня нужно было норму. И опять же, у папы было много знакомых саджерки, рабочие, шахтёры. Их не дети, вот уже, а может быть, они и сами, кто-то работал и здесь, на каменном карьере. и вот они маме помогали норму доработать, ей было бы безусловно. То она проработала там буквально несколько года, не работала и получила паспорт. Вот в чём смысл-то был, ей получить паспорт нужно было. Приезжает Люба, у неё должен родиться ребёнок. У нас такое вот положение, ну, безусловно, я рассказала, что с мамой, вот и как, и всё тут. Это мне в 39-м году, мне уже 11 лет. И она уговаривает маму поехать с ней в Черемхово. У мамы было критическое положение. И она соглашается, продаёт этот наш дом, я даже цены помню, 300 рублей дом и 300 рублей коровушка наша. 41-й год война. Война начинается. У Валентины, у старшей сестры, муж был следователь. Его берут на фронт. он в первом бою погибает. У Веры тоже берут мужа на фронт, тоже от него никаких вестей. У Любы муж, он горняк, у него бронь, когда таких даже уголь как стране нужен был. Но его берут на несколько месяцев на как, ну, он же тоже военно обязанный, на переподготовку, что ли, как-то, ну, в общем, на несколько месяцев его забирают. В это время это старшая сестра Валентина, Вера, все приезжают в Черемхово к Любе. Все съезжаются, у всех мужей нет, все, значит, там. Соня в тюрьме, все знают, что мы здесь вот сестры, о том, что у нас еще есть сестра Софья, запрещено было, никто имени ее не поминает. Надя два курса горного института закончила, уехала в Анжерку, на нашу родину, а там в Анжерке несколько километров станция Яя, туда устроилась братова жена Николая, которого в 1933 году расстреляли. Вот ее дочка Елена, племянница моя, жила у нас в Лебедянке маленькая, это когда была. Вот она вышла замуж, Нина, и на станции Яя работала на преподавании, учительнице начальных классов. И Нина приглашает маму к себе в Анжерку. Стали открываться церкви, когда чтобы открыть второй фронт, чтобы американцы открыли второй фронт, они потребовали, чтобы Сталин открыл у нас церкви. Но так как храмы все были разрушены, то был просто молельный дом. И вот на Пасху мы с Надюшей стоим, вдруг подходит к нам какая-то женщина и говорит, вы девочки батюшки Лебедянского? Мы говорим, мы пойдемте со мной. Мы с ней пошли. Она нам дает в какую-то бумажку, там тут еще какие-то люди появились, как пакетик такой свернутый нам Дубу с Надюшей взяли, отошли, а там деньги. Я уже была аттестована после техникума горного, горный техник третьего ранга. У нас форма была. И только переводились место на место. Так вот у любого мужа значит из-за битуя переводят в станцию Будагова. Там начинается строительство угольного разреза. И она маму зовет опять туда. Мама уезжает, Надя уезжает, я остаюсь, уже перешла на третий курс, в Анжерке одна. Учусь я прекрасно. Начинается сессия, а это обычно весна и осень. Самое такое вот время голодное. А у меня сил нет подняться. И вот и преподаватели, кто сухари, кто сушеную ягоду, кто что, значит, вот мне, чтобы я могла подняться и значит, вот прийти сдать сессию. Ну, я часто езжу к Нине. Вот, на яю. Она хоть и одна с этими девочками, но она мне очень помогает. Очень помогает и картошку дает, крахмал, ягоду тоже сушеную там какую. И самим-то было есть нечего. А ездить на эту яю тоже ходил один паровоз. Почему-то порожняком один паровоз только туда-сюда ходил. С какой целью он ходил туда-сюда, я не знаю, но ни единого вагона там не было прицеплено. И чтобы с яей до Аджерки доехать, люди вот цеплялись за эти вот поручни и на эти ступеньки вот так вот вставали. И я значит очередной раз поехала к нене. Она же мне даст что-то везти, продукты какие-то. Я у одного нашего студента в общежитии брала рюкзак. Когда мама уезжала, она почему-то мне дала две фотографии деда Никифора. И я их все время за пазухой носила. и я уже худущая, слабенькая, маленькая, я ручонками зайти, вот, я последняя оказалась на этой ступеньке, зацепилась за это. И вот уже паровоз начинает двигаться, вдруг откуда ни возьмись, здоровый парень молодой, такой здоровый, и хватает меня за этот рюкзак и тянет. А паровоз скорость набирает, и он бежит, и все тянет. А рельсы и насыпь такая вот туда, глубокая-глубокая насыпь. И я вот держусь и чувствую, что я уже вот сейчас отпущу руки. А почему-то я дедушку Никифора этого как за икону считала. Понимаете? И вот я не помню как. Вы можете себе представить? Одновременно отрываются обе лямки. Вот одновременно. И этот парень с моим рюкзаком катится по этому откосу. А я осталась. И я вот так считаю, что меня спас дедушка Никифор спасало то, что я бы так, безусловно, не смогла бы закончить техникум, что я шила. Меня преподаватели приглашали к себе домой обшивать ихние семьи. За это меня кормили. были какие-то разовые совещания какие-то в таких домах. И потом нужно было делать уборку. Я шла, там мыло полы, делала уборку. Где за это давали, это тогда уже ордера стали давать. Помню, галоши выкупила я на такой ордер. Был такой случай. У меня подружка была и у нее мама работала в шахтерской столовой. А во время практики мы питались в этой столовой. И вот помню, я пришла туда, а я у них часто дома бывала, она меня знала, она на раздаче была в этой столовой. И вот раз она мне положила порцию этой каши. там сверху надо было вот такая маленькая ложечка на длинной ручке, вот масло сливочное растопленное уже, и сверху вот это вроде бы как с маслом вот эта каша. И я взяла эту, ну, она, во-первых, мне побольше положила. Я пришла, ну, это один раз всего было так. Сижу, дошла, есть, оттуда что-то вытекает, вытекает, она мне туда большой кусок масла вовнутрь положила этой каши. На мясо карточка была, но мяса ни одного раза даже и понятия не было. Давали рыбу, рыбу давали навага, соленая, присоленая, а это было счастье. Соли не было. В продаже соли не было. Ибо эту навагу отваривали по нескольку раз и в этой соленой воде уже картошку варили или еще там какую-то похлебку там делали из нее. Или с семьями в Анжирке жили, или из деревень приезжие они тоже привозили продукты. А я-то вот вроде бы как одна. Ну и вот помню, пошла, я перебирала эту картошку, за это мне дали ведро картошки. А из овощих хранилища зима была, я с санками, опять кто-то мне какой-то там мешок дал, а я никак не могу выехать. И все силенки потратила, а зима. Дальше уже ехать, а у меня сил нету. Опять же, к счастью, студента своего встретила. Он мне помог эту картошку довезти до общежития. Два раза мне Санюша из тюрьмы присылала по 300 рублей. Один раз, я помню, купила за 300 рублей чулки. Во время войны мелочи, денег не было, а почтовые марки ходили вместо мелочи, денег, почтовые марки. Там и 5 копеек, и сколько-то там копеек. и вот мне студенты собирали эти марки и давали, потому что мне даже этот несчастный паек выкупить было не на что. Они мне вот эти марки давали. потом спасало то, что летом отправляли осенью. Летом на посадку тогда было голодно, а вот осенью на уборку, особенно, когда рожь, пшеницу убирали, мы ведрами варили эту пшеницу, и вот там уже наедались досыта. Там было много уже жен арестованных, уже коммунистов. Встречаются мимоходом так, от вашего что-нибудь есть? Нет. А от вашего тоже нет. Кто-то говорит, что откуда-то... Все равно слухи-то как-то вот шли, понимаете? Слух никто не произносил, что расстреляли там. Просто все так же, как с фронта, пропал без вести, а люди ждали, и все так же понимали, а ждали. Ну, никто конкретно и дедушка Никифор маме не говорил, что... Просто говорил, что осудили без права переписки, осудили без права переписки. Баба до самой смерти не знала, что... А мой муж Икенин Жорж Геннадьевич заканчивает этот же вот Сверловский институт и его направляют главным инженером в Будагово на строительство вот этого угольного разреза. И я, значит, вот после третьего курса восемнадцатилетняя уже приехала, и мы тут с ним встретились. Сорок седьмой год. У меня защита диплома в августе месяце. Перед защитой диплома меня позвали приехать в Будагово. Это вот мой будущий муж. От имени сестры присылает телеграмму, что мама сильно больна. Я приезжаю, смотрю, мама здорова. Будущий еще тогда муж мне говорит, что давай зарегистрируемся, что я хочу, чтобы диплом ты получила уже на мою фамилию. Вот так вот мы с ним зарегистрировались. А я только в августе уехала, а Санюшу освободили. Устраивают ее на шахту в Профсоюз. Тут Санюша сразу завоевывает авторитет, получает квартиру и начинают к ней уже на ее квартиру съезжаться все. В Будагово-то мой муж приехал после института с отцом и с матерью. Он у них один сын был. Они купили там корову. А для меня корова это символ жизни. Я вот в Черепхово, когда мы приехали, просто любила на рынке стоять и смотреть. Через воронку льют вот это молоко. И я стояла и смотрела, что вот когда я вырасту, я обязательно куплю корову. Они нам отдали эту корову. Дочь у меня еще не родилась. Мы с Соней продаем молоко. Санюша шьет. Но все равно голод, ужасный голод. Опять же я дистрофик. Еле-еле разродилась и застряла в больнице на три месяца. Вообще не знали, не думали, что я останусь жива. У меня вот рождается дочь, и я заболеваю сильно, и эту корову без меня мне нужен был пенициллин. И вот зарезали эту корову. В общем, купили этот пенициллин. Ну, короче говоря, кое-кое как я поправилась. Дед моего мужа был углежогом. У него было три сына. Все три этих сына стали революционерами. Отец моего мужа был членом ЧК Урала. Когда расстреляли семью Николая Второго, он в это время был в командировке в Черемхово. Господи, прости. Был там, когда делили одежду и когда он вернулся, ему там дали какое-то по-моему нижнее белье с царскими вензелями, из которого сделали пеленки, в которых рос мой муж. он очень хороший человек был у меня. Свекры замечательные, свекровь меня не любила, кроме как поповская дочка, да, все мне скажет, Зоя, позови Валентину Васильевну, эту маму мою, хоть с умным человеком поговорить. А с мужем моим что-нибудь в полемике, он усталенец проклятый. А муж спрашивает, а ты-то кто? я ленинец. 53 год, умирает Сталин. Как я плакала, как я рыдала, начнется война, голод. А там же при Сталине последние годы ждали 1 апреля снижение цен, 1 апреля каждый год снижение цен. Это же как? А тут сейчас опять война. я очень плакала, пока мне не разъяснили. А тут холодное лето 53 года, амнистия всех уголовников в начале, потом начинают освобождать политических. Я работаю в плановом отделе. У нас в отделе работает Валерия Абраменко. Она пишет в НКВД Иркутской области, там куда запрашивают об участи своего отца и пишу в отношении папы. Из Кемеровской области я получаю ответ, что папа умер в 41-м году от рака печени. Так. Тогда я пишу запрос о брате, о Николае. получаю ответ, что брат умер от разрыва сердца. Ну, так вот мы, значит, и считаем. В 61-м году мы уезжаем в Братск. Мужа опять переводят в Братск. и там уже начинается другая волна. Говорят, что первые документы – это неправда. Я делаю повторный запрос, а папе получаю ответ, что в 37-м году расстрелян. А брат расстреляли 19-го апреля, а 17-го апреля у папы день рождения. Представляете, как? А потом Софья Георгиевна и Борис Федорович пошли как патриархат наш и с этими вот документами. Делают запрос туда, где папа работал, получают такой потрясающий ответ, что все, как бесплатно исполнял все требования, как ходил стеклил бесплатно всем, как делал мебель всем бесплатно. Все вот это вот пишут. И маме дают пенсию 33 рубля, которую она до самого конца и получала. В один из дней, когда, значит, мама пришла домой, хлеб еще не привезли, я иду выкупать на все карточки. Ежедневенцам 400 граммов давали. Ну, там самое, по-моему, 800 граммов у шахтеров была норма. вот. Я иду сменить маму, чтобы купить этот, выкупить этот хлеб. Хлеб черный, хлеб тяжелый, внутри сырой такой. И, значит, что из себя тогда представляли магазины? опять же, вот этот серый цвет этот, он преобладал в то время. Все полки закрыты вот этими шторками, потому что абсолютно ничего, кроме что привезут хлеб, и там его тут же и раскупят очередь стоит. Там и записывались, и номера, и всяко. Голодали по-страшному. Мы с мамой получали по 400 граммов, больше ничего. Как жили вообще? Ну, вот, сестры-то работали как-то там что-то. Очень голодали. И вот, когда меня уже от голода тошнить начинала, мне мама давала несколько кристалликов соли. А соль была крупная, с черными прожилками, с какими-то, вы такой и не представляете даже, что была такая соль. Вот она мне две-три этих кристаллика даст в рот. Я помню, у меня во рту все облазило. И вот в один из таких разов я прихожу. зашла в магазин, встала в мамину очередь, купила этот хлеб и вот дали мне буквально вот такой довесочек этого черного сырого хлеба. И я спускаюсь по ступенькам. Как по-вашему, что должен был сделать ребенок 11-летний в это время? съесть этот кусочек? А я почему-то повернулась. Повернулась вот как я шла, повернулась направо. Распахнутая дверь. И около этой двери стоит человек. Что из себя тогда нищие представляли? Это сплошные лохмотья. это обрушие, это грязные, не мыло, ничего нет. Что такое иконы, я видела в лебедянке еще до того, когда я стала осознавать, что это такое. Конкретно, что это Иисус Христос, я себе понятия не имела, ничего не имела понятия. Стоит человек, вот настолько он выделял вот это вот какое-то тепло, и я разворачиваюсь и иду к нему. А он вот так чуть-чуть, чуть-чуть наклонился ко мне, и вот это его лицо, я не помню, чтобы у него было только волосы, помню, а здесь я, ну вот, мне кажется, в нем крови не было, это что-то было вот прозрачное, все прозрачно, и отдаю ему этот кусочек хлеба. В это время меня за плечо и разворачивает старшая сестра Валентина, а она у нас строгая была, и говорит, вот сейчас придем домой, сошью мешок, надену тебе на шею и пойдешь побираться. И вот вы знаете, этот человек по жизни со мной рядом. Нет дня, наверное, чтобы я его не вспоминала, вот этот свет. И до сего дня я прожила жизнь, у меня берется что-то откуда-то я сама не знаю. Мы не были верующими фанатически, ни в какие приметы никогда не верили, помню, как-то я что-то когда-то сказала маме, она мне сказала, а я думала, ты у меня разумная. Как она нам всегда говорила, живите по совести, бойтесь ее, страшнее судей, чем ваша совесть, нет на свете ничего, вы от нее никуда не спрячетесь, ничем не откупитесь. вот так сложились наши судьбы. все «бай» «бай» ничем ничем и «бай» ничем ничем верюs In declaring